Курск Сити. 20 лет. Работаем для вас. Вечером 8 марта неизвестные повредили стекла троллейбуса. Причем хулиганы не разбили их, а обстреляли. К счастью, на тот момент трое пассажиров и водитель в салоне не пострадали. Полицейские установили личность человека, который применил оружие. Им оказался 16-летний курянин. Вы попросили что-то? Попробовать? Да. Прям в городе, да? Да. В городе. Попробовать. Попробовать. Куда вы стреляли? На разброс. Ну, цель из же специальных троллейбусов. Я? Да. Установлено, что несовершеннолетний встретил на улице своего знакомого, у которого при себе был пневматический пистолет. Подросток попросил дать ему оружие и в результате сделал несколько неприцельных выстрелов, попав по окнам транспорта. В кармане лежал, попросили посмотреть и выстрелил. Сказал то, что он не знал, что вообще долетит и попадет. Оружие у подростка изъято. В содеянном стрелок раскаялся, чего не скажешь о других парнях из его компании. Один из них оказался весьма дерзок в общении с полицией. Да что задержан? Да какая разница? Ну, отвечайте. Не хочу. Почему? Не хочу. Я сейчас все разобью. Ты куда этого ловится? Что вы можете сказать о своем поведении? Как вы считаете? Правильно. Отметим, что маме и папе подростка придется расплачиваться за проделки сына. Родители стрелявшего подростка уже привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оплатят штраф. Также они будут обязаны возместить причиненный ущерб транспортной компании. Подростка поставят на учет в полицию, где будут проводить с ними индивидуальную работу по недопущению противоправных деяний, контролировать его поведение, изучать нормы действующего законодательства. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.